Приветствую вас, дорогие друзья. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Суходоев Алексей. И сегодня мы с Сергеем Анатольевичем проведем для вас вначале водные технико-экономические. Это как азбука Skyway. Затем уже расширенный технико-экономический, где мы расскажем все новости, которые происходят. Где мы дадим еще немножко практикующей футурологии, которая в первую очередь... И вообще никакая футурология в нашу эпоху невозможна абсолютно без технологий Skyway, без струнных технологий, без инженерной школы Анатолия Эдуардовича Юницкого. И те, кто присоединился сегодня в первый раз, дорогие друзья, пожалуйста, проголосуйте, если вы участвуете в подобных вебинарах в первый раз, потому что вы даже себе не представляете, о какой технологии сегодня пойдет речь. И если бы не рассказали о том видении, о тех перспективах применения технологии Skyway, когда я бы присоединялся к проекту, то, скорее всего, я бы инвестировал бы еще больше, еще бы с большей отдачей и силой в самом начале начал работать. Но, естественно, у каждого свой момент входа, у каждого своя точка входа и, собственно, каждый может принять определенный пласт информации, потому что мы ввели практику и до сих пор продолжаем именно вводные технико-экономические вебинары. Это вебинары, на которых мы говорим об азбуке Skyway, о первоначальных сведениях и, собственно, разными словами говорим фактически об одном и том же. Но даже на этих вебинарах, дорогие друзья, у нас происходит переработка информации и мы подаем информацию несколько другим образом, чем подавали, допустим, полгода назад. Это абсолютно естественно, это абсолютно понятно, так как, собственно, мы как спикеры тоже не можем говорить одну и ту же информацию одинаково и, собственно, видение и описание технологии в голове складывается иное, чем, опять же, полгода назад. Это, я думаю, что все прекрасно понимают, кто присутствует на наших вебинарах по средам и, собственно, они о технологии Skyway, о сети Transnet, то есть это то, что составит основу будущей мировой экономики. Почему основа будущей мировой экономики? Откуда мы такой тезис делаем? Откуда мы делаем тезис, что это будет рынок более массивный, более масштабный, чем рынок интернет вещей? То есть это все гаджеты, это все смартфоны, это все микроволновые печи и стиральные машинки с Wi-Fi, которые между собой сейчас общаются. И, собственно, если говорить про рынок интернет вещей, я могу сказать, что в ближайшие 5-6 лет McKinsey, то есть это международная высшая консалтинговая организация, прогнозирует, что примерно 35 триллионов будет увеличение рынка, происходить именно рынкой интернет вещей. То есть это все гаджеты, которыми пользуются сегодня даже дети, даже пожилые люди, без которых сложно на сегодняшний день представить жизнь. И когда-то интернет появился также в агентстве стратегических инициатив DARP и, соответственно, вышел из-под контроля, стал развиваться по всему миру. Раньше это была закрытая военная разработка и, собственно, на основе кремниевых технологий появились микропроцессоры, транзисторы и так далее. И ознаменовался своим рождением закон МУРа, то есть это увеличение количества транзисторов на интегральной микросхеме. И если каждые два года они удваивались, то сейчас, наоборот, будет плотность транзисторов повышаться, потому что даже в этой сфере, дорогие друзья, мы сейчас достигаем пика. И пройдя огромное развитие, сначала зарождение интернет, потом был кризис .com, то есть все, что касается .com, .ru, если говорить про сегодняшний день, .rf и так далее. То есть это было как время освоения Дикого Запада и осваивали рынок виртуальных коммуникаций, рынок виртуальных технологий, рынок интернет-бизнеса. И, соответственно, естественно, произошел кризис, так как все было переоценено и, собственно, этот воздушный пузырь лопнул. Потом, соответственно, уже сейчас мы видим развитие виртуальной реальности, развитие искусственного интеллекта, но все эти технологии также не могут вечно развиваться, и мы постепенно подходим к максимальной точке развития пятого технологического уклада. Это вот что я все говорю про эти хай-тек технологии, и, соответственно, за пятым технологическим укладом будет следовать новый технологический уклад, и мы считаем, что плавно пятый технологический уклад перетечет в шестой технологический уклад. Есть такие понятия, как индустрия 4.0, мобильность 4.0, то есть индустрия 4.0 – это все, что я говорил про рынок интернет-вещей, про все гаджеты, смартфоны, телекоммуникаторы, навигаторы, про обработку больших объемов данных. Это на чем базируются сейчас попытки создания беспилотных автомобилей, и, соответственно, то, что касается мобильности 4.0 – это то, что транспорт на сегодняшний день также оцифровывается. И, фактически, среда в транспорте, она должна идти в ногу со временем с той средой, которую мы сейчас видим в наших смартфонах, в наших айпадах. Ранее, кстати, это были айподы, и об этом мы поговорим, чем айпад от айпода, и чем, собственно, традиционный транспорт от юнибуса, от юнибайка отличается. Уже на расширенном технико-экономическом вебинаре. То есть сравнивать это абсолютно бесполезно. Примерно так же сравнивать сотовую радиосвязь с попыткой прокричать в провод, чтобы услышали на том конце. То есть, естественно, технология развивается, и, соответственно, то, что мы видим сейчас, когда-то имело сомнения, когда-то имело большой путь развития. То есть, что касается самолетов, которые сейчас везде летают, раньше так же они проходили сквозь тернии сомнений, страхов. И сейчас это общепринятая транспортная технология, которую все используют. Но более пяти лет назад, более пяти лет, точнее, не слышали с момента первых испытаний братьев Райт самолета. Вообще об этой технологии ничего не слышали. Только спустя пять лет написали первую статью. Это что касается тех технологий, которые действительно меняют нашу жизнь. И, собственно, технология Skyway относится к такой же технологии, которая кардинально изменит жизнь каждого человека, живущего сегодня на планете Земля. И, соответственно, струнные технологии сформируют сеть будущего, ближайшего, самого будущего, которая будет дополнением к сети интернета, более того, впитает все, что касается информационной среды, и станет мировой единой транспортной, энергетической, коммуникационной, социальной и даже финансовой сетью. И основана она будет, естественно, на струнных технологиях Анатолия Эдуардовича Юницкого. Но многие задают вопрос, а если для людей эти технологии действительно нужны, этот транспорт действительно нужен, чем он будет примечателен для тех корпораций, которые занимаются грузоперевозками, и где будет сформирована наибольшая капитализация вообще. На самом деле, наибольшая капитализация, дорогие друзья, на наш взгляд, вначале будет сформировано это, естественно, грузовое направление, но потом общая капитализация уйдет несколько в другое направление, именно массового производства юнибайков, юнибегов, юнибусов, высокоскоростного транспорта, юнилета. И если сегодня богатые люди покупают джеты себе и личные самолеты, то буквально спустя 5 лет, я думаю, что эти же самые люди будут пользоваться уже юнилетами. То есть это высокоскоростной транспорт, который мы планируем продемонстрировать уже в 2018 году. И если говорить про все ноу-хау, которые появились, если говорить про скорость перемещения данных внутри сети интернет, если говорить про скорость обмена данных даже через Bluetooth-соединение, к примеру, через рядом лежащие телефоны, если говорить про скорость перевода денежных единиц любого размера, любой валюты вообще в мире, то это все не сопоставимо с той скоростью, действительно скоростью еще прошлого века, железнодорожных подвижных составов, автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Да, сейчас делают по электромобиле уже, переходят на, казалось бы, более экологичные средства, но это на самом деле не такое уж экологичное средство, так как где-то сжигаются, соответственно, тонны угля, и также загрязняется окружающая среда. То есть это некое такое технологическое плацебо. Самовнушение, что ничего не происходит, что это не влияет на изменение климата, на самом деле это не так. Но если говорить про экологию, я думаю, что это касается далеко не всех, но если говорить про то, что Skyway будет недостающим звеном в будущей мировой логистике, как товаров, так и грузов и пассажиров, собственно, это суждение действительно правильное. И многие корпорации на сегодняшний день ждут появления Skyway, чтобы осуществлять эффективные грузоперевозки, чтобы десятки миллионов долларов не замораживались в логистических пробках на неделе, а то и месяце. Действительно, такое происходит. И, собственно, с финансовой сферой, если говорить так же, был преодолен такой порог. И операция, которая длилась обычно 10-12 дней, сейчас она длится буквально несколько часов. То есть это на основе технологии блокчейн. И если говорить про то поколение, которое мы сегодня капитализируем с вами, которое мы развиваем, которое развивается с помощью системы народного финансирования, народного краудинвестинга, то на самом деле все началось даже не 10 лет назад. Все началось более 39 лет назад. В 1977 году появились первые наработки, первые концепты. По Анатолию Эдуардовичу Юницким нарисованы первые эскизы. И вот вдумайтесь в то, что прошло 11 лет, и Анатолий Эдуардович придумал концепцию, вообще вот каким образом вывести промышленность в открытый космос. То есть это общепланетное транспортное средство. Оно было представлено на Международной конференции по неракетной индустриализации космоса в Гомеле. В том времени это была еще территория СССР. И, соответственно, действительно была представлена поразительная информация даже для сегодняшнего времени. Все это представлено струнные системы на Земле и в космосе. Это научная публикация, состоящая из множества разделов с различными расчетами. И на конференции в этой публикации Анатолий Эдуардович в монографии представил действительно ту концепцию, которая является прорывной сегодня и необходимой человечеству. Для предотвращения, опять же, проблемы изменения климата, для предотвращения проблемы загазованности, присутствия большого количества смога в современных мегаполисах и многих других экологических и индустриальных проблем, которые мы имеем. Но, естественно, никому никогда не удавалось перепрыгнуть через технологические уклады. То есть блокчейн не появился до начала развития интернета. Естественно, общепланетное транспортное средство не может появиться до появления более оптимизированной, более простой струнной системы. И Анатолий Эдуардович, используя те законы, которые общеприняты, те материалы, которые сегодня не нужно создавать вновь. И, собственно, это без отсутствия каких-либо ноу-хау, таких вот фантастических, как гравитационный двигатель и так далее и тому подобное. То есть по абсолютно понятным составляющим была сформирована концепция уже струнного транспорта. Вот как раз таки оптимизируясь из общепланетного транспортного средства. И придя уже к рейсовой системе, к системе транспорта второго уровня, Анатолий Эдуардович Юницкий стал, естественно, держа в голове общепланетное транспортное средство. И я могу вам открыть секрет, что даже сейчас Анатолий Эдуардович уже делает расчеты дополнительные, потому что вот это меня лично интересовало. При текущем финансировании, при стабильном, успешном развитии адресных проектов, когда мы сможем к этому прийти. Ответ Анатолия Эдуардовича был примерно через 20 лет при текущих положительных условиях и эффектах развития международной корпорации Skyway. Но что касается ВЕХ и что касается таких вот рубежей, которые происходили при развитии технологии Skyway, я могу назвать, дорогие друзья, 2000-е. То есть это нулевые, которые были достаточно запоминающими для Российской Федерации и для нашей истории, для истории развития технологии Skyway, международной группы компании Skyway. Также 2000-е ознаменовались знакомством Сергея Анатолевича Сибирякова с Лебедем Александром Ивановичем. И, собственно, вот это знакомство переломило ход истории Skyway, потому что до этого времени, да, была поддержка ООН, да, была поддержка фонда Госкино с СССР, Анатолий Эдуардович был членом Федерации космонавтики СССР и многое-многое другое, но должно было произойти что-то, что абсолютно ускорит процессы развития технологии уже в железе, уже в бетоне, уже в реальности. И Сергей Анатольевич представил концепцию Лебедю Александру Ивановичу, каким образом не вывести, конечно, промышленность в открытый космос, а каким образом сделать не менее фантастичное, я бы сказал, если представить на сегодняшний день, увеличить менее чем за 5 лет ВВП Российской Федерации в 3-4 раза. Естественно, с помощью применения технологии Skyway. На тот момент это назывались струнные системы. Бренд Skyway появился несколько позже, уже после 2012 года. И Лебедь Александр Иванович, будучи рассудительным, логически выверил подобную стратегию развития Российской Федерации в применении технологии Skyway. И выделил буквально через несколько недель первый транш на строительство технопарка в городе Озеры. Мы называем это полигоном, потому что на самом деле, несмотря на то, что там произошли различные испытания. И фактически, ЗИЛ, который вы видите, ЗИЛ, уходящий в небо, мы называем его, это была реальная подвижная лаборатория. Были установлены анкерные опоры, которые, я покажу чуть позже, и сейчас устанавливаются. Буквально уже спустя 15 лет была установлена путевая структура, и которая и сейчас уже в ближайший момент будет монтироваться еще более прогрессивными способами. И, собственно, ЗИЛ проехался по легкой ажурной конструкции. Все думали, что конструкция рухнет. Доказательство этому Анатолий Эдуардович стоял непосредственно под путевой структурой. И это было железобетонным доказательством, аргументом, что действительно технология работает. Тогда была испытана именно путевая структура, и мы называем это началом эпохи Транснет, началом уже такого более серьезного развития струнной технологии. Далее у нас уже была поддержка множества губернаторов. Один из губернаторов, господин Морозов, представил концепцию струнного транспорта, представил стратегию на Госсовете России по инновациям в транспорте. В 2009 году это произошло. Дмитрий Анатольевич внимательно послушал, Дмитрий Анатольевич Медведев на тот момент президент Российской Федерации, и сказал такую фразу, что если финансирование найдете, то, пожалуйста, реализуйте. Собственно, технология интересная, и в целом эффект был положительный. Но неизвестными лицами по неустановленным причинам полигон был разрушен, именно поэтому он называется полигон, и вывезен в неизвестном нам направлении. Ну, ГЗИЛ, кстати, вот в недавнем времени нашли, и он будет возвращен уже в Минскую область, на Марину горку, будет располагаться вблизи нашего музея. Но все, что нас не убивает, делает нас сильнее, дорогие друзья. И я безмерно рад и счастлив тому, что в 2013 году началось то, что лично я ожидал с 2011 года, так как я развивал различные проекты через сетевое построение. Когда в 2014 году я уже, в буквальном смысле, уходил из этой сферы, задумал, а вдруг появится такой проект, который будет являться реальной корпорацией, будет производить реальный продукт, желательно прорывной, инновационный, и, соответственно, все будет развиваться через сетевое построение корпорации. И на самом деле вот эту схему подарил уже более полумиллионам людей Анатолий Эдуардович, выбрав ее как крайний шаг, крайне рискованный и венчурный шаг для развития технологии SkyWay, для того, чтобы мир и вся планета увидела транспорт, который действительно будет улучшать экологию, в общем, повышать качество жизни как отдельно взятых людей, так и целых стран и континентов. И началось финансирование нескольких направлений на сегодняшний день. Это четыре направления. Это легкий прогулочный, спортивный, экскурсионный, туристический транспорт типа Unibike. Это, естественно, городской пассажирский транспорт типа Unibus. Это грузовой транспорт типа Unitrek и Unicar. И высокоскоростной транспорт это Unilet. Что касается высокоскоростного транспорта, то это уже по скорости приближается к авиации до 600 км в час. В начале это будет 500 км в час. И планируется демонстрация уже в 2018 году. Почему в самом начале, когда ничего не было, когда не была оптимизирована схема финансового взаимодействия между потенциальным инвестором и компанией? Почему, когда недостаточно эффективно была выстроена юридическая схема, тогда уже начали присоединяться вначале сотни, потом тысячи, потом десятки тысяч людей к развитию проекта Skyway? Все двигались на идею, дорогие друзья. Все двигались на то, что, да, я желаю, чтобы этот транспорт появился. Это дешевый, эффективный, безопасный и общедоступный как по цене, так и по комфорту передвижения транспорт для всех жителей планеты Земля. Поэтому, собственно, сейчас происходит наращивание темпов, как финансирование, так и наращивание количества людей, которые поддерживают проект. И мы представим вам тех знаменитых личностей, которые вот буквально с прошлой поездки стали поддерживать проект Skyway. Это действительно говорит о том, что, да, действительно, наш проект стоит рассмотрения, стоит внимания и как максимум стоит инвестирование. Если говорить про инвестирование, то на сегодняшний день самая крупная инвестиция в районе 330 тысяч долларов и уже ожидаются инвестиции более крупные. То есть это уже миллионы долларов. И это оправдано, это разумно, потому что в недавнем времени у нас прошла выставка Innotrans, на которой с фурором был представлен подвижной состав, как легкий прогулочный, наши юркие, мускулистые юнибайки, так и юнибусы, наши суперпроизводительные, пассажирские юнибусы. И действительно на нашем стенде была масса людей до самого крайнего дня выставки, это четвертый день выставки. К нам подходили различные наши коллеги по отрасли, Симонс, Хитачи, Кавасаки, различные подвесные виды транспорта, как вот фуникулеры и так далее. И все отмечали уникальность, инновационность технологии и не считали эту технологию конкурентной, что для нас играет огромную роль, дорогие друзья, потому что пока что мы маленькие, незрачные, но несмотря на то, что мы маленькие, незрачные для современных корпораций, уже мы заключаем достаточно много контрактов по адресным проектам, то есть по применению технологии Skyway. И, собственно, техническими характеристиками, которые обладает технология Skyway, действительно, на сегодняшний день обладает не то, что мало, а что касается аэродинамики, первого свойства и первого качества технологии Skyway не обладает вообще никакая транспортная технология, если не говорить, допустим, об авиации. Я приводил сравнение в начале на вебинары с Bugatti Veyron, это 0.34 коэффициент терридинамического сопротивления, затем уже нашел информацию о недавних испытаниях Mercedes GLS, коэффициент терридинамического сопротивления 0.32, и, входя в тренд уже электромобилей, в недавнем времени был представлен топ пяти концептов, концептов, вот хочу обратить на это внимание, то есть это то, чего в реальности еще нет. И что касается Renault Trezor, на следующих вебинарах я обязательно картиночку подберу, чтобы понимали, насколько красивый, обтекаемый электромобиль в Renault Trezor, но обладает коэффициентом аэродинамического сопротивления 0.22, то есть уже значительно лучше, чем даже Mercedes GLS. Что касается нашего коэффициента аэродинамического сопротивления, то это более чем 80 раз еще более эффективная технология по аэродинамике. Вдумайтесь в это. Рейсовый автомобиль на стальных колесах, перемещающийся по стальному рельсу, соответственно, может достигать аэродинамики, как современная военная и спортивная авиация. Это действительно стоит того, чтобы применять ее в различных странах для решения как транспортных проблем, так и задач по освоению труднодоступных мест и использованию горнодобывающей промышленности для освоения невозможных к освоению, точнее даже, на сегодняшний день полезных ископаемых, залежей различных горных полезных ископаемых. И, соответственно, все это складывается, если говорить про аэродинамику, если говорить про форму, если говорить про ноу-хау, как мотор колеса, использование и так далее, и тому подобное, в значительную экономию топлива как при эксплуатации, так и материалов при строительстве. Топливо при эксплуатации, вообще эксплуатационных затрат, это очень важный момент для современного транспорта, потому что, если говорить про современные трамваи, горэлектротранспорт, то многие трамваи на сегодняшний день докатили города до того, что горэлектротранспорт находится в предбанкротном состоянии. А у нас же по струне, и один из наших коллег, министров, сказал, что новый шелковый путь будет уже использоваться на основе струнной технологии, потому что струна – это как нить шелкопряда, то есть она абсолютно тонкая, фактически прозрачная и очень-очень прочная. Наша же путевая структура почему называется струной, и почему она удивительно прочная, ровная, и даже есть решение, чтобы она была прозрачной. Это предварительно напряженная, неразрезная, растянутая и закрепленная на концах опор путевая структура. Почему она предварительно напряженная? Внутри вы видите стальные проволоки, которые предварительно напряжены, далее они закрепляются. Есть несколько исполнений рельс, как гибкий, так и полугибкий, в зависимости от того, это навесная транспортная система или подвесная с провисом небольшим. И далее идет о моноличивании спецбетона. Этот бетон был разработан на базе ЗАО «Струнные технологии». Это тоже наше ноу-хау, потому что не существовало такого вида бетона, который обладал бы достаточной вязкостью, достаточной возможностью схватываться и прокачки на большие расстояния до 5 километров. То есть это что касается пролетов. И, естественно, рельс и сама форма стального колеса также обладает рядом ноу-хау. Стальное колесо, в отличие от железнодорожного подвижного состава, цилиндрическое на железных дорогах, это конический вид стального колеса. И есть противосходные системы, которые не позволят даже сильным порывистым шквалом ветра, урагану. Действительно, наш подвижной состав как-то сорвать с места. Но все это, дорогие друзья, замечательно. И существует сейчас масса бизнес-планов. Существует замечательная книжка «100 ответов на 100 вопросов» для тех, кого интересуют технические моменты технологии Skyway. Но это не имело бы никакого значения и никакого смысла, если бы, собственно, в июне 2015 года не началось развитие уже на конкретной площадке. Это сейчас происходит в Минской области на Марьиной горке. И если говорить про то, что было раньше, это вот буквально случайно на 23 апреля попало. Посмотрим, что было в самом начале. Я обязательно показываю то, что было в самом начале, потому что не было ничего. 17 июля – это еще начало инженерно-геодезических взысканий, когда началось строительство. Вы видите, 31 августа – это рытье котлована под первую анкерную опору, совмещенную с транспортно-логистическим узлом. В одном, естественно, по регламенту мы получили паспорт, объекты и так далее, и тому подобное. Приехали наши коллеги австралийцы, которые сейчас являются самыми главными партнерами. Это Рот Хук, бывший министр транспортного департамента развития инфраструктуры Южной Австралии. Также в сентябре была продемонстрирована модель 1 к 10, и наши опоры появились зимой, и промежуточные опоры, 19 промежуточных опор, и, собственно, сама анкерная опора, совмещенная с танцами, способной выдержать нагрузки дубайского аэропорта, также растет ввысь. Естественно, до определенного момента пока что это единственная конструкция, потому что все шло в зависимости по планам и по приходящим на тот момент финансированию. Но что для меня примечательно, дорогие друзья, я всегда люблю показывать эти моменты. Даже после Экотехнопарка, когда вы увидите, что уже в таком полуготовом состоянии находится первая анкерная опора, и три рубежа я хотел бы отметить, которые всем рекомендую запоминать. Это май 2016 года, соответственно, это начало параллельного строительства легкой прогулочной трассы, то есть мы начинаем уже параллельно строить два направления. И что касается грузовой трассы, это уже, соответственно, июль. Вы видите, установлены в июне уже Г-образные опоры, и буквально немножко времени осталось, считанные недели, я бы сказал, максимум месяцы до демонстрации уже в движении на Г-образных опорах легкого прогулочного транспорта и городского пассажирского транспорта. Многие специалисты из сферы транспорта удивлялись, каким образом может быть совмещена путевая структура для различных, фактически, применений транспорта. То есть это легкий транспорт и это городской пассажирский, который может выдерживать пассажиропоток до сотен тысяч человек в сутки. Примерно даже 10 тысяч человек в час также может пассажиропоток быть достигнут. И вот я вам как говорил, 8 июля начало строительства параллельного уже грузовой трассы также начинается. То есть 15 июля это произошло рытье первых котлованов под опоры грузовой трассы. Мы много раз устанавливались на вебинарах про скорость закладки анкерных опор легкой трассы, которая будет продемонстрирована. Вслед за ней, соответственно, будет продемонстрирована уже городская пассажирская трасса, совмещенная с высокоскоростной. И, собственно, на сегодняшний день по сравнению со строительством метро невозможно представить такие темпы развития. И то, что вы видите 19 июля, это уже, можно сказать, входит в историю, потому что подвижные составы, они уже есть в реальных моделях, реальных действующих моделях. И они же как раз таки будут перемещаться по путевой структуре, когда она в самом ближайшем времени будет смонтирована. Наши коллеги также вот с Украины, Владислав Сколебок и так далее, были на днях на стройке экотехнопарка. И пока что официальных фотографий нет. Возможно, в сети появятся фотографии, что же сейчас происходит на экотехнопарке. Но одно я могу сказать, мы действительно движемся в ногу по темпам развития, по этапам. Дискаунт, то есть это ваша венчурная премия за ваш риск. То есть вы получите, находясь в более раннем этапе, большее количество обязательств, которые в будущем станут реальными акциями сильной, мощной международной корпорации Skyway. И по сравнению с тем, кто будет входить позже, они за одну и ту же сумму денежных средств, которые вы, допустим, платили, будут уже получать меньшее количество обязательств, которые в будущем станут акциями. И это логично, правильно, что те люди, инвесторы, которые наблюдали, крупные предприниматели, крупные финансисты, крупные венчурные фонды, они уже будут входить на той стадии, когда дискаунт может быть и 1 к 50, и 1 к 20. В то время, когда были такие времена, дорогие друзья, когда дискаунт был 1 к 1,5 тысячам. Потом он стал 1 к 1000. Я как раз приобрел первые активы международной корпорации Skyway по дискаунту 1 к 1000. И сейчас можно считать за счастье тех, кто зимой успел войти по рассрочке 1 к 600. Но это все лирика, экономика. Это уже наши текущие темпы и методы развития. Я хотел бы передать слово к моему другу, товарищу, коллеге, партнеру. Действительно, человеку с огромным пластом и багажом знаний, с очень масштабным мышлением, прогнозированием и действительно учителем для тысяч людей, которые слушали вебинары, которые росли на первых вебинарах Антоле Эдуардовича Юницкого, на первых вебинарах Сергея Анатольевича Собирякова. Но когда-то Сергей Анатольевич даже был серьезным чиновником. Но очень мне понравилась фраза, которую Сергей Анатольевич сказал на ответ, а ты сможешь вообще чем-то заниматься вообще кроме проекта Skyway? Нет, скорее всего, не смогу. Также и мы, дорогие друзья, вот уже я более 2,5 лет, а Сергей Анатольевич более 16 лет занимается проектом Skyway и ни в коем случае не планирую. Здравствуйте, друзья. Как видно, как слышно? Так, есть? Ага, все отлично, да, настроено. Ну, сегодня, друзья, тот редкий случай, когда я вебинар веду из своего любимого кабинета, из своего дома. Вот, я очень люблю свой кабинет, у меня здесь камин рядом, то есть я люблю его топить с детьми вечером. Вот, и я только что вот приехал, вчера, кто смотрел Перископ, были в Минске, позавчера, друзья, мы где только не были, мы завтракали в Вене, обедали в Вильнюсе, и ужинали в Минске. В общем, друзья, очень такая занимательная, я могу сказать, Skyway-ная жизнь. Вот, перед этим мы провели конференцию вот с Алексеем, с Виктором в Словакии, в Банско, в Банско-Быстрице, это столица партизанского края во время войны. Очень, я бы сказал, знаменательно в том плане, что Словакия сегодня является лидером по привлечению инвестиций, и более полумиллиона долларов в месяц они сегодня привлекают. И я могу сказать, что, друзья, коллектив и команда, которая собралась, ну, просто уникальны, просто уникальны. Поэтому с большим удовольствием мы туда ездим, проводим, ну, и сама по себе общение с партнерами, то есть в чатах вы, наверное, видели, и как заканчивались вебинары, и конференции, и какое мнение, и как люди вообще относятся, это действительно уже сообщество людей, которые строят будущее. Вот, вчера Виктор как раз прилетел через Москву, я прилетел из Вильнюса, вот, мы вчера были на выставке в Минске. Опять же, друзья, тоже замечательное событие, вот, там уже технологию представлял, ну, опять же, для руководства был вице-премьер правительства Беларуси, министр транспорта, Юницкий лично им докладывал, ну, это дань уважения, все-таки находимся в Беларуси, был, под конец вчера был тоже замечательный такой момент, это я вам последние такие, ну, впечатления от общения, что вечером уже буквально на 10 минут заехал в вице, он называется, вице-президент Белорусской Академии Наук, Сергей Антонович Чижик. Вот, значит, он знаменательным тем, что когда на нас писали «Пасквиль», вот, в онлайнере, то ссылались на его мнение, что он сказал, что в SkyWay нет науки, и SkyWay это не научная, не интересная технология, вот, а с Юницким они знакомы, ну, наверное, более 40 лет, они работали в научном институте новых материалов, еще, ну, еще в советские времена, а он сейчас вице-президент Академии Наук, и вот он вчера приехал уже под конец выставки, сказал, я на 10 минут, я очень занят, а он сегодня руководит всеми научными институтами Белорусской Академии Наук, это более 200 научных институтов, вот, и, ну, они, естественно, встретились, как старые друзья, но, друзья, через полтора часа общения, когда он увидел, когда он посмотрел, когда он сказал, он говорит, Юницкий говорит, я просто снимаю перед тобой шляпу, потому что 40 лет идти, 40 лет вот так вот двигаться, и сделать сегодня больше, чем вся Белорусская Академия Наук, это, конечно, впечатляет, он говорит, это надо, конечно, вам то применять, то применять, то применять, вот, на что мы ему сказали, еще и Ватсона туда поставим, еще и новые материалы из Сибирской Академии Наук, который 1,1 миллиметра заменяет 2 метра кирпича, то есть по теплопроводности, чтобы у нас Юнибайк был еще и абсолютно теплопроводным, ну, теплоизоляционным, все, друзья, там будет. Так вот, вчера можно сказать, что Анатолий Дуарович прям увидел и сам, убедился в том, что технология признана, что она является лидирующим сегодня в Белоруссии, в белорусской науке, а в Берлине на выставке мы показали о том, что мы претендуем сегодня на лидерство именно в мировом концепте развития транспорта. Это ответ, друзья, на многим скептикам, которые говорят, многим людям, которые сомневаются или говорят, что у вас не получится, у вас порвется, у вас вчера на выставке, друзья, ну, понимаете, работа, она определяет, что приходят, многие люди, даже которые скептики, которые приходят, вот один там вчера деятель пришел, говорит, я не верю, что у вас там иначе, первое, второе, третье. Вот, обычно, когда на вебинарах или обычно, когда, я выключаю такие вещи, говорю, друзья, смотрите, ждите, ну, а когда личное общение на стенде, хочешь, не хочешь, надо отвечать, это, друзья, такие условия. И через полтора часа общения с этим человеком, а за ним стояла целая группа, которые следили за тем, как он задает вопросы, как отвечают, друзья, этот человек сказал, что я становлюсь вашим партнером, акционером, и пошел регистрироваться. Это, друзья, как раз вот результат работы. И, естественно, что такое бывает не постоянно, потому что одновременно, когда Юницкий сам представляет технологию, Бабурин, который стоит на стенде, ведущие конструктора, мы там, те, кто привлекает и работает в фонде, и когда все это в одном месте, естественно, друзья, что это очень серьезный ресурс, и в этом случае мы можем убедить и доказать о реальности технологии Skyway и кого угодно. Интересной была вчера, друзья, еще одна реакция. Она в перископе прошла, просто потом по техническим причинам, к сожалению, эта запись исчезла из интернета. Это ничего страшного, где-то она осталась в ресурсах. Когда приезжал вице-премьер Куликов, не помню, друзья, этих белорусов пока слабо еще запоминаю, вот, вице-премьер правительства, он очень доброжелательно, Юницкий ему показал, он очень здорово там прошелся, посмотрел, покрутил педали в юнибайке, посидел в юнибусе, рассказывал, и министр транспорта, друзья, министр транспорта Беларуси. Вы видели его лицо. Он когда подходил, там нечего смотреть, там все ерунда, это мошенники, они делают полную ерунду, я не пойду, понимаете, ему задают вопрос, а почему у вас такая реакция? И он, друзья, он произносит фразу, которая меня просто вот убила на повал. Он говорит, я о них читал в интернете. То есть, друзья, он читал статью в онлайнере, и на основании этой статьи министр транспорта делает выводы о том, что это все ерунда, это все не поедет, это все мошенники, так сказать. И Анатолий Эдуардович очень вежливо ему говорит, вы пройдите, посмотрите, вы как бы, вот вам машины действующие, а он до конца вот стоял со своим вот таким лицом, я его специально снимал, так сказать, и кричал, что это все ерунда, это все, но, друзья, очень интересная фраза. Вице-премьер, который в правительстве отвечает за инновации, за транспорт, говорит фразу, что президент страны поставил задачу выводить метро на второй уровень, делать электрификацию и делать независимость от нефти и газа, потому что это сегодня стратегическое направление Белоруссии. И я вижу компания, которая эти задачи решает. Он не говорит о том, что поедет, не поедет, картонка, не картонка, порвется, не порвется, он говорит, есть задача, и компания решает эти вопросы. И очень с ним, Юницкий, когда ему показал, рассказал, сказал, что первый вице-президент Сименса здесь был, здесь были очень многие там губернаторы, мэры российских городов, был вице-премьер Филиппин, который меняет сегодня всю стратегию развития страны. Он очень уважительный, он говорит, да, друзья, когда вы запустите, приглашайте меня на испытания, я обязательно приеду. А рядом в метре стоит министр транспорта Белоруссии, который вот с такими глазами, с зеленым лицом, я говорю, у него такое ощущение, что его тянут куда-то, так сказать, это. Вот. Естественно, друзья, все понятно, у него другие интересы, он закапывает миллиарды долларов сегодня в метро, он сегодня, и когда ему говорят, что все изменится, и транспорт станет самоокупаемым, и от государства ничего не надо будет, естественно, его внутри всего разрывает. А вице-премьер, который отвечает за правительство, который отвечает за решение задач, у него нет таких задач, он не заинтересован конкретно в этом. У него другой подход. И это, друзья, чиновники разного уровня. И я могу сказать, что сегодня, как это ни странно, президенты, премьеры, люди, которые занимаются реальной политикой в государствах, они наши союзники. А вот чиновники, которые тырят сегодня деньги на сегодня, они наши противники. Ну, давайте выбирать, или смотреть, кто сильнее, кто это. Поэтому, я интересно так посмотрел, вы знаете, что, когда президент дает поручение, а вот такие чиновники, эти поручения не выполняют, наверное, с такими чиновниками надо расставаться. Правильно? Вот. Это, друзья, тоже очень интересно. Очень интересный, это как бы такой подход, решение. И это прям очень серьезно продемонстрировал. И вот эта вечерняя вчера встреча в Перископе, она тоже есть в прямом эфире. Это Сергей Антонович Чижик. Чем это знаменательно, эта встреча? Почему она для Анатолия Эдуардовича была очень важна? Ну, мало того, что они знакомы 40 лет, мало того, что они работали в параллельных структурах. Это человек, который еще три года назад, а год назад, когда подали конструкторское бюро ЗАО «Струнные технологии» на то, чтобы получить научный статус научной разработки, этот Чижик лично вычеркнул эту организацию из того, что она является научной организацией. То есть он не признавал в том, что в струнных технологиях, что в Skyway сегодня есть наука. И после этой выставки, и это, друзья, не просто голословное утверждение, во-первых, есть запись, а во-вторых, я могу сказать, что он в книге отзывов написал настолько, ну скажем так, это экспромт, то есть человек, который садится и после того, что он увидел, пишет свои отзывы. Друзья, он написал настолько искреннюю и настолько важный отзыв о технологии Skyway, где он выразил признательность Юницкому, который 40 лет этим занимается, команде профессионалов, которые этого создают. И последняя его фраза, прям, вы знаете, это, ну посмотрите, мы все это покажем, сделаем, это и есть и фотография, и озвучена она, все это есть, и репортаж будет Михаила Кириченко, как всегда, обязательно на эту тему. Последняя фраза такая, что это уникальный транспорт, и я счастлив, что я к нему причастен, и на нем будут ездить не только жители Беларуси, а всего мира. То есть, это, друзья, слова вице-президента Академии наук Беларуси. И он сразу предложил кучу вопросов по взаимодействию с профильными институтами, по работе с опытными экспериментальными заводами. Это, друзья, результат. То есть, он приехал, он увидел, он посмотрел. Ну, естественно, следующий вопрос, это, друзья, абсолютно закономерно, когда все видят машины, когда все видят Юнибус, Юнибайк, следующий вопрос, когда мы это увидим в действии. Друзья, здесь уже Алексей говорил, что вчера наши коллеги, которые ехали из Гомеля, из Украины, они проехали через Марину горку, они говорят, подтверждаем, все видели своими глазами, строится, монтируется, натягивается. Друзья, все увидите. И у нас задают вопрос, когда, на это есть очень хороший ответ, всему свое время. Все увидите, друзья, все увидите. Поэтому увидите и путевую структуру, и испытания, и это не какие-то сроки. То есть, как мы двигались, так мы и двигаемся. Не зря, друзья, с 17-го числа будет смена дисконта. Это говорит о чем, что мы переходим на следующий этап. Мы снижаем сегодня плату, венчурную плату за инвестиции, потому что мы готовимся к тому, что приходят крупные инвесторы, приходят крупные фонды, и они должны прийти, друзья, на очень низкий дисконт. И это тоже, друзья, закономерно. Потому что основную задачу для того, чтобы они увидели, для того, чтобы для них это стало доказательно, для того, чтобы это стало все очевидным, мы с вами, друзья, работаем уже три года. Мы с вами входили тогда, когда не было ничего, ни конструкторского бюро, ни Марьиной горки, ни производства, ни опытных образцов. Но мы, друзья, тогда вошли, и поэтому венчурная премия была высокая. Сегодня, когда входят, когда все очевидно, когда уже все работает, венчурная премия стремительно снижается. Это, друзья, абсолютно очевидно и абсолютно правильно. И я могу сказать, что благодарность, вот вчера в Перископе вечером видели, что Анатолий Дуарович, когда я у него уже так подведение итогов дня, я говорю, Анатолий Дуарович, ваши слова, вы посмотрите, скажите. Он с искренней благодарностью, я говорю, посмотрите этот репортаж Перископа, когда он говорит, друзья, мы с вами это сделали, я вам благодарен, потому что вы, вот, приходило очень много людей, там, пенсионеры, вот, женщины, которым там, вчера была одна пенсионерка, ей 80 лет, и она говорит, я верю, я по тысяче рублей могу платить только в месяц, у меня с пенсии больше нет, но я верю, что вы это сделаете. И вы тоже посмотрите, это репортаж, и Михаил Кириченко снял, и я в Перископе это показывал, насколько искренне Анатолий Дуарович говорит, что именно благодаря вам, благодаря вот таким, всем вместе мы это сделали, нас 500 тысяч человек, 100 тысяч активных инвесторов, и мы, друзья, сегодня сделали невозможное, в это не верил никто, ни крупные банкиры, ни крупные фонды, ни какие-то там сетевики, которые там, так сказать, на это смотрели, а мы, друзья, с вами это сделали, и когда стоишь рядом с юнибайком, вот, с этой электромашиной, это то, что определяет будущее всей транспортной инфраструктуры мира, и начинаешь понимать, что, друзья, мы к этому причастны, и каждый из вас может реально сказать, что я участвовал в запуске этого проекта, я запустил этот проект, и этим проектом будет пользоваться все человечество, это, друзья, не какие-то высокие слова, мы с вами это сделали, и осталось буквально считанной недели, когда мы с вами увидим наши юнибайки и юнибусы уже в действии, в проливе, в испытаниях, и когда, мы тоже, это уже становится, друзья, такое нарицательным событием, когда первый вице-президент Сименса, когда ему Виктор Бабурин презентовал проект, значит, первый, когда он говорит, ну, хорошо, вы сделали модель, макет, а когда вы сделаете машину? Виктор говорит, а это, в общем-то, машина, которая отсюда едет на испытания, то есть, это действующая модель. Друзья, он так на него посмотрел и задал первый вопрос, он говорит, ребята, вы откуда? Он говорит, из Белоруссии. Естественно, такой страны он не знает, он говорит, это Раша? Он говорит, нет, Белораша, Белораша. Он говорит, ну, хорошо. Когда он вышел, увидел Юнибус, он говорит, это что такое? Он говорит, это модель, которая будет перевозить, аналог метро, 300 тысяч пассажиров в сутки. 300 тысяч. Он так посмотрел, он говорит, вы откуда? Он говорит, Белораша. Он говорит, Белораша. Ну и третье, когда он говорит, а какими пролетами вы будете проходить, то есть как, Виктор ему говорит, ну мы сейчас уже монтируем на полигоне, будет три пролета 200, 400 и 200 метров, то есть 800 метров, но тремя проходами, без промежуточных, без удорожания. Он еще раз посмотрел, у него глаза, друзья, были уже вот такие, он говорит, сколько метров? 400, он говорит, сколько это будет стоить, чтобы вы понимали, что сегодня 800 метров метра моста, ну по которому ходит метро, стоит миллиард евро, миллиард. Вот, он говорит, сколько, а он говорит, у нас дорожания не будет, туда будем идти через 40 метров промежуточной опоры, а обратно тремя пролетами 200, 400 и 200. Вот, он третий раз спросил, вы откуда? Виктор сказал, Белораша, Белораша, Белоруссия, вот, и дальше он дал визитку и сказал, когда вы будете это показывать, обязательно меня пригласите, я хочу это увидеть. Вот, друзья, это оценка профессионалов, потому что первый вице-президент Сименса, я уверяю вас, друзья, что это профессионалы экстра-класса во всем мире, и когда они это видят, когда они это, они относятся к этому очень серьезно. Поэтому, друзья, очень интересно, Анатолий Эдуардович вчера лично пригласил вот этого засранца из онлайнера на презентацию, чтобы он приехал вместе с вице-премьером и министром поучаствовал в презентации. Вот, естественно, он не приехал. Вот, это как раз ответ тем, кто сегодня говорят, что вы занимаетесь какой-то ерундой и сам. Поэтому, друзья, все, что мы говорили, все, что мы декларировали, друзья, на сегодняшний момент мы реализовали. Дальше начинаются ходовые испытания, дальше начнутся демонстрации новых и новых возможностей технологии, дальше начнутся новые и новые адресные проекты. Поэтому, друзья, кто уверен, тот с нами. Кто нет, друзья, ждите. Мы никого не зовем и никого не агитируем. Никого сегодня не говорим, что хватай мешки, вокзал отходит. Это ваше право. Хотите, идите. Не хотите, ждите. Вы все все увидите. И сегодня, друзья, мы имеем право это сказать. Юницкий вчера, то есть, когда он говорил с вице-премьером правительства Беларуси, он имеет право сказать, что мы можем изменить жизнь всей Беларуси. Мы можем изменить всю экономику Беларуси. Почему? Потому что мы это сделали, друзья. Мы это говорили и сделали. И дальше мы будем делать, строить, менять. Поэтому, кто хочет к нам подсоединяться, подсоединяйтесь. Нет, ждите. Не знаю, чего, но ждите. Это ваше право. Ну все, друзья, как всегда, небольшой перерыв, кофе-пауза. Для тех, кто с нами, переходим в следующий час. А для тех, кто, как в очередной раз говорит, что порвется, упадет, ерунда, друзья, на этом мы с вами прощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok